Выходные в Рязанской области прошли насыщенно. В Спасском районе тысячи гостей собрались для наблюдения за аэростатами в рамках фестиваля «Неброссия», а в Рыбновском традиционное поле Вожской битвы собрало любителей истории. Реконструкция Вожской битвы – центральное событие праздника. Перед зрителями разворачивается живая страница истории Древней Руси, позволяющая окунуться в дух и настроение XIV века. Гости мероприятием воочию могут рассмотреть воинскую экипировку и методику ведения боя. В реконструкции сражений принимают участие специализированные отряды – кавалерия, лучники, пехота. Тот поединок не потеха, на коне двух людей в доспехах. Они вступают в смертный бой. Они гоняются по кругу, с коня стреляясь друг друга снять. То налетают друг на друга, то разъехаются опять. Фестиваль приурочен к 646-й годовщине победы русского войска над ордой Мурзой Бегича в 1378 году в битве на реке Вожа. Фестиваль проводят с 2003 года в селе Глебово-Городище Рыбновского района на предполагаемом месте битвы. Вот этот наш военно-исторический фестиваль – это дань настоящему мужеству, настоящей отваге. Сама идея просто замечательная. Я вижу сегодня здесь очень много детей, молодежи. Это очень здорово. И они точно вырастут у нас патриотами. Здесь прекрасная атмосфера. И работают разные интерактивные площадки, мастер-классы, выставки. Вот сейчас начнется представление с реконструкции. В этом году мы постарались сделать все так намного более масштабно, красочно еще. И погода благоволит. Все просто прекрасно. Я уверен, что нам всем понравится. Желаю всем замечательного настроения и позитивных эмоций. Около стелы в честь победы на реке Вожа прошла лития во славу русского воинства. Богослужение провел митрополит Рязанский Михайловский Марк. К мемориалу возложили гирлянды, памяти и цветы. В течение всего дня на площадке фестиваля проходили концерты фольклорных и этнографических коллективов. Работала широкая ярмарка, ремесленные мастер-классы и костюмированные фотозоны. Первые иконы датируются VI веком. На Руси это изобразительное искусство появилось с принятием христианства. О том, по каким канонам пишут лики святых, расскажем в следующем материале. Екатерина Деркач пишет иконы всего несколько лет. Сначала занималась в творческом кружке при храме, потом обучалась искусству в мастерской профессионального художника-реставратора. Постоянная практика в написании икон и изучении святых писаний пробудили желание реализовать свой талант во благо другим, признается девушка. Так, два года назад при храме Покрова Пресвятой Богородицы и появилась вот эта вот иконописная мастерская. Творчество не должно просто идти в стол. Всегда творческий человек хочет отдавать что-то людям, потому что вот этот обмен энергии, обмен радости, любовью, он важен для всех. Это духовный обмен, это одна из духовных составляющих творчества, потому что важно не просто творчество, важный источник этого творчества. И мне захотелось сделать что-то в церкви и для церкви. И поэтому, конечно, так как Господь нам дает таланты, верены нам, как в притче о талантах, мы не должны их зарывать. В этой мастерской Екатерина проводит целые дни. Здесь девушка пишет иконы сама и учит этому других. Православные иконы каноничны как по своей сути, так и по способу создания. Каждая деталь в них наделена смыслом. Есть стиль, можно сказать, греческий, византийский, от него произошел русский стиль, он более графичен. Да, там есть немножечко другие условности, другие правила. Не что мы изображаем, а как мы изображаем. Больше это ближе к графике. Есть академические стили, живописные, но и там, и там в любой манере исполнения важен канон, важны правила, по которым мы отличаем святых, евангельские, библейские сюжеты. Художник должен писать иконы не на основании своих домыслов, а согласно церковному преданию. Канон с греческого языка переводится как «норма». С давних времен и по сегодняшний день иконописцы опираются на византийский иконописный канон, который датирует восьмым веком. Так, например, особые требования в иконописании касаются цветов и света, положения фигур и символов. Причем многие каноны едины для всех стилей. Мы изображаем спасителя всегда, и вокруг головы у него нимб. У спасителя нимб в православии принято изображать с перекрестьем. Крест, перекресть, означает крестные страдания и символ нашего спасения. На этом кресте изображены, как правило, буквы омикрон, омега, ню, которые означают греческое слово «сущий» в совокупности. Что такое «сущий»? Это то, во что мы верим. С другой стороны, канонические догмы охватывают лишь основные моменты. В нюансах же у мастера есть достаточное количество вариантов для реализации своих фантазий и собственного видения. Екатерине нравится работать темперой, а вообще в современном иконописании художники используют и акрил. Свечение икон мастер добивается позолотой, которая представляет собой сусальное золото, нанесенное тонким слоем на особый состав. Картины из фондов Рязанского художественного музея отправятся в Третьяковку на Большую выставку. Расскажем, что это за полотна. Лед прошел после дождя, рязанская пригородная девица. К красному цвету особое отношение было еще у самых истоков человечества. Адепты красного в искусстве – художники-проводники в невероятный взрыв всех его оттенков на своих полотнах. Красный цвет еще и в славянской мифологии значит красный. Значит, красивый, главный. А художники Архипов и Малявин к этому цвету относились особенно. Он выполнял в их произведениях, не только в их произведениях, но, безусловно, выполнял какую-то определяющую функцию в разные периоды творческого пути. И вот не случайно устроители выставки говорили о том, и говорят о том, что красный – это вот такой сигнальный какой-то момент, и взрыв красного цвета, он разный. Абрам Архипов и Филипп Малявин – яркие представители русского импрессионизма. Образ крестьянки стал центральным в творчестве обоих художников, ведь именно он в начале 20 века ассоциировался у народа с образом России. И Архипов, и Малявин связаны с Рязанской землей. Абрам Ефимович Архипов родился на Рязанской земле, часто приезжал на родину и любовался красотой родных рязанских пейзажей. А еще он говорил так, город оставляет меня равнодушным, а вот в деревне мне хочется писать все – и еловую ветку, и узкую тропинку в поле бредущего по ней сагбенного старика с палочкой. Филипп Малявин на Рязанщине провел практически 20 лет своей жизни. Он был одним из любимых учеников Ильи Репина. Для становления художественной жизни нашего региона Малявин сделал очень много. Среди его работ, представленных в экспозиции музея имени Пожалостина, такие известные полотна, как «Старику очага» и «Мужской портрет». В 1919 году здесь состоялась первая и единственная выставка живописца в России. Потом в 20-х годах уже прошлого века он покидает страну вместе с семьей и в начале Второй мировой, это 40-й год, умирает. А в письме к другу писал «Без Родины нет таланта, нет вдохновения». Семь картин двух импрессионистов уже совсем скоро станут частью выставки адепты Красного Малявин-Архипов, которую организует Третьяковская галерея. Экспозицию приурочили к 155-летию со дня рождения Филиппа Малявина и 95-летию со дня смерти Абрама Архипова. В состав экспозиции войдут произведения из Государственного русского музея, Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств, нашего Рязанского художественного музея имени Пожалостина, а также других музеев и частных собраний. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова